Вот сейчас кабинет руководителя больше напоминает канцелярский склад. Здесь не только канцелярия, здесь и одежда различных размеров. Все это помощь для семей, которые нуждаются в помощи. Светлана Николаевна, расскажите, что сейчас вам привезли, какие-то свежие коробки? Здесь все. Вы видите тетрадки, ручки, пеналы, пластилин. Вот все, что необходимо любому счастливому ребенку для полноценной учебы. Необходимые для школы товары пришлось складировать прямо в кабинете. Все высокого качества. Не каждая мама купит то, что здесь есть. Потому что вот эти вот пеналы и пластилина краски – это хорошего качества и это дорогие вещи. А наши семьи, к сожалению, себе многие позволят. Именно такие вещи не могут. Поэтому наши дети будут рады. Я рада, и они будут рады. В помощи нуждаются 53 семьи. Из них более чем в 20 дети пойдут в первый класс. Для них специальные наборы. В ближайшие дни школьные ранцы предстоит заполнить всем необходимым. Как будет происходить деление вот всего этого по семьям? Ну, мы же не зря заранее сказали, что это была кропотливая работа. Вот фамилии детей, вот родители, вот детки, телефоны. Кому что нужно. Сколько ты просили? В 53 семьи. Сейчас мы разложим спокойненько по необходимости все, что купили. А мы фактически все купили. У нас несколько детей с очень большим размером остались неохваченные. Но мы с ними персонально съездим в магазин и приобретем. Остальное все, это, в общем-то, остались мелочи. Просто разложить по пакетикам и вручить. А вот мы видим здесь и школьные ранцы. Это первоочки. Это две первоклассники. Да, мы старались поярче купить первоочкам. Вообще у нас 21 ранец. Есть очень красивые, не знаю, как я попаду туда, вот их нет. Смотрите, это малыши, мальчики, которые пойдут в первый класс. А вот эти все, тут очень много. Это то, что нужно было подросткам. Видите? Это хорошая ранца. Ну, вот пока ранец пустой, но скоро он наполнится. Все, чем будет не стыдно, по крайней мере, подростку пойти. Вы же видите, да, вот мы ничего совершенно не рекламируем. Но имея свои собственные четверо детей, я понимала о том, с чем может ребенок пойти в школу. Ну, так, чтобы не было стыдно. Уже дарить так дарить. Такие подарки стали возможны в рамках акции «Собери ребенка в школу», которая проходит по всей стране. Комиссии по делам несовершеннолетних при поддержке руководства администрации городского округа удалось обеспечить все нуждающиеся в поддержке семьи. Дети пойдут в школу с полным комплектом принадлежностей в качественной школьной форме. Кстати, вот в этих коробках недостающие канцелярские товары. Уже завтра все это будет распределено и передано школьникам. Ярослав Ярославцев, Денис Корнев, информационная программа «День».